Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я изготавливал вот такой стример, который изготавливается по принципу изготовления Минноу. Изготавливал я его из меха белохвостого оленя, крашеного. Также вы попросили, чтобы я для вас изготовил стример из тех материалов, которые можно использовать и, возможно, заменить. Поэтому давайте мы сейчас изготовим такой же стример, но с использованием нескольких других материалов. Крючок я взял пайковый, это для щуки, номер 4, и закрепил глазки. Глазки-гантельки порядка 3 граммов веса. Устанавливаются они стандартно, то есть никаких больших проблем здесь нет. Теперь в качестве, допустим, изготовления можно использовать, как я уже рассказывал в первом фильме, искусственный мех, который ArtFührer его называют или по-другому, как в каждом регионе. Также в интернете появились вот такие синтетические материалы, которые тоже можно использовать для изготовления этого стримера. Также еще возможно изготовить, как мы сейчас изготовим, из меха писца. Или же, если у вас есть мех козы соответствующей длины. От того, допустим, какой мы выберем здесь длины хвостик, будет зависеть в целом сама длина мушки. Я уже рассказывал, в зависимости от кормовой базы, мы с вами изготавливаем определенной величины мушку. Так вот, если я возьму уже несколько длиннее, у меня кусочек меха, то мне необходимы последующие материалы, чтобы соответствовали этой длине. Желательно перед изготовлением подобрать количество и длину тех материалов, чтобы у нас мушка была связана пропорционально. Я беру пучок меха белого писца, соответствующей длины, которая необходима для изготовления моей мушки. Я специально его слегка увлажнил, для того, чтобы было видно, какой мы длины будем изготавливать нашу мушку. Место крепления меха промажем клеем. И как обычно, я всегда делаю, промажем торец меха. Дополнительно можно... Огружать еще у нас свинцом. Переворачиваем крючок. И первое крыло мы будем крепить в таком положении. Промажем клеем мех. Для того, чтобы у меня не убежало мое крылышко, необходимо нам учитывать момент того, что наш мех будет стараться разъехаться. Поэтому я делаю первую петлю вот такую легенькую накидную. И второй я уже подтягиваю. И подправили немножко. Теперь нам необходимо выбрать ту длину, которая нам нужна для крепления. И мы легкими пока движениями, не сильно придавливая, закрепим мех. Переходим теперь за глазки. Здесь пару оборотов. И буквально раз, два, три. Немножко не доходя до нашего жала. Закрепили. И также мы аккуратно возвращаемся обратно. На этом этапе у нас белый мех мы закрепили. Обычно для себя я еще добавляю совсем немножечко, беру щепоточку красного меха. Если по каким-либо причинам у вас, допустим, нет мехописца, его можно заменить мехом любого другого животного, того же кролика крашеного, или же искусственным мехом. Можно люрексом. Отрезаю небольшую щепоточку, только лишь для того, чтобы обозначить мне мои жаберные плавнички и дополнительно мою мушку сделать более привлекательной за счет того, что у нас образуется точка атаки. Подровняли, чтобы у нас наш мех доходил приблизительно до загиба. берем наш клей, опять слегка промажем место крепления перед глазками, за глазками и на глазках. И точно так же промазываем торец клеем. Укладываем так же, как и белый мех. И здесь же та же самая процедура. Подхватили наш красный. Подтянули, перешли за глазки, удерживаем пучок в этом положении притяжной петлей, подхватываем его и возвращаемся обратно к месту крепления, где перед глазками. На этом этапе изготовление в этом положении нашей мушки закончилось. все последующие элементы мы будем крепить при вот таком положении крючка. Если по каким-либо причинам вам как-то неудобно, можете повернуть, развернуть, для того, чтобы не портилось положение меха. Для первого крыла я буду использовать так же, но несколько покороче будет у меня мой пучок белого меха. Вот я подготовил. Он должен быть не сильно у нас толстым. Приблизительно, если собрать мех в пучок, то его толщина должна соответствовать приблизительно толщине ампулки. и в этой точке буквально сразу за глазками, как красный мех, мы подхватываем наш белый мех песца, следим за тем, чтобы он у нас находился строго над цевьем и подхватываем. Вот у нас должна с вами выйти вот такая симпатичная конструкция. подправим, расправим, посмотрим, как у нас оно будет смотреться. Вполне достаточно. Для удобства, как я уже говорил, можно взять, намочить мех, чтобы было лучше видно, как формируется наше крыло. Для придания привлекательности и в то же время это будет выглядеть, как элемент нашего тела, я подготовил вот такой разноцветный люрекс, который я изготавливаю сам. Он достаточно жесткий, как вы видите, по сравнению со всеми другими люрексами и позволяет не запутываться в мехе и в то же время поддерживать крыло, которое мы с вами будем крепить. Длина нашего люрекса должна примерно быть равна длине нашего нижнего крыла или же в крайнем случае несколько должна быть длиннее. Поэтому мы вымеряем длину с вами и закрепим так же, как крепили с вами белый мех. нанесем капельку клея. Можно использовать лак, но желательно все элементы проклеивать. Такая мушка была проверена уже на Черном море, на Азовском море и на всех наших водоемах, которые есть на Украине и на реках. Хорошо, как я уже рассказывал в первом фильме, на эту мушку реагирует судак. Поэтому сложно как-то сказать, что это судаковая, но напоминает кормовую базу малька. Так же щука его не пропускает. промажем еще немножко клеем. Будем крепить следующее крыло. Следующее крыло я подобрал из... Будем подбирать из вот такого меха песа, который имеет цвет шортрес. Пучочек мы можем взять уже несколько, ну, не совсем, но чуть-чуть потолще, чем тот, который брали белого вот этого меха. Так же подравниваем наши волоски, убираем все-все-все поломанные, подшерсток, то есть нам это будет только мешать. примеряем, подравняем край крепления, нанесем, как обычно, клей и так же как белый не сильно подтягивая начинаем с кончиков и потихоньку движемся к основному месту крепления. вот так. Теперь для того, чтобы придать на больших глубинах, где мало попадает у нас свет, я подготовил вот такой люрекс, который обладает хорошим отражающим эффектом ультрафиолета. УФ они обычно так его и пишут, поэтому я буквально щепоточку уложу с одной стороны и с другой стороны. Остатки удаляем. в качестве допустим дополнительного элемента, который будет привлекать нашу рыбу, можно использовать как я уже изготавливал, брать джунглевого петушка и допустим или же можно использовать перья. Как я уже показывал, я также изготавливал, можно использовать в качестве щечек такие перья. Я взял два перышка цесарки. Вот такие. И мы сейчас с вами совсем-совсем немножечко подготовим по бокам своеобразные жаберки, чешуйки сделаем. Выберем сколько нам приблизительно необходимо, сильно не усердствуем и здесь же в этом месте закрепим одну часть, сразу удаляем. и выберем также по величине с другой стороны. Примеряем соответствие и крепим также с другой стороны. У нас с вами вышел вот такой немножко привлекающий элемент. Добавим немножко клея и совсем-совсем немножечко подхватим место крепления наших материалов и теперь мы будем переходить с вами на другую нить. Сделаем завершающий узел. Я буду использовать нить теперь несколько тоньше, но цвет будет уже у нас черный. Черный, коричневый, синий. Если у вас нет, можно подкрашивать нить и закончить этой нитью. Для завершения допустим изготовления нашей мушки нам теперь необходимо, чтобы у нас было более темное крыло, так как у нас напоминаем малька брюшко светлое, потом переход идет к более черному, я не имею допустим у себя в распоряжении меха песца соответствующей длины, но друзья мне допустим презентовали вот мех козы. Он у меня немножко есть разный, я специально вам покажу как вы видите вот заметно здесь сильно закручен волос, то есть такой нам мех не совсем годится, так как он у нас в воде будет закручиваться и можно использовать как я уже говорил кусочек взять меха крашеного белохвостого оленя, но учитывая если взять сравнение два вот таких этих меха, то мех козы значительно лучше, хотя также обладает хорошей плавучестью, как и допустим мех оленя, но значительно крепче. подбираем соответствующую плеть, которая нам нужна для покрывного крыла. Это у нас уже с вами будет окончательно то крыло, которое мы будем с вами завершать мушку. при подходе к глазкам не очень сильно подтягиваем мех, потому что он у нас будет потом разъезжаться. Возвращаемся обратно и теперь уже более качественно прихватываем тот мех, который мы только что с вами закрепили. учитывая то, что у меня мех не совсем соответствует моему оттенку, я возьму совсем немножечко буквально вот пару тройку прядей черного голографического люрекса. Если его нет, пожалуйста, это я ставлю только лишь для того, что у меня используется немножко неподходящий мех. То есть я дополнительно делаю несколько темнее нашу спинку. Вымеряем длину, которая нам необходима по хвостику и не удаляем. Берем опять точно так же крепим закрепим этот подхватили люрекс и еще добавим еще одну прядь нашего люрекса. Вот как раз нам длины этой будут вполне достаточно. Остатки можно потом немножечко подровнять по нашей длине. лаком теперь остается нам только лишь изготовить головку и вскрыть это все лаком. я нанес капельку лака необходимо будет еще неоднократно это сделать и как вы видите вот такой стример который достаточно уловит практически по любому хищнику готов. Благодарю вас за внимание до скорых встреч. встреч.